После смерти Сталина империя срочно уезжает, пытаясь, по-видимому, привести боевую готовность в свои части и, в общем, может быть, совершить прямой переворот. Но он опаздывает, потому что Москва на военном положении. Отец еще за благовремя до смерти Сталина вызвал маршала Жукова, с которым у него были очень доверительные всегда отношения. Жукову подчинен Московский военный округ. Дивизии Берия блокированы просто в казармах воинскими частями. Берия, конечно, это знал, понимал всю ситуацию. Единственная его надежда оставалась на политический переворот в политбюро. Он имел некоторые надежды тут, потому что оппозиция и конфронтация Маленкова в политбюро была очень большая. Ну, прежде всего, это Молтов и Каганович, которые, конечно, не могли ему простить первенство, и с которыми у него были всегда очень сложные отношения. Он также рассчитывал на Булгарина и Хрущева. Хрущев был секретарем ЦК, но не первый. Почему Маленков не внес такое предложение? А Хрущев был утвержден первым секретарем только в сентябре месяце, через полгода. На пост секретаря ЦК претендовали и Берия, и Каганович, и Молотов, и Микоян. Это было при рассмотрении, очередном рассмотрении в политбюро сталинских премий. Мы докладывали свою, так сказать, науку, доложили, а потом шло искусство, литература. Сталин уже болел, был в необычной своей, не в серой тужурке, а в коричневой вельветке такой. Вид у него был не очень здоровый. Ходил около стола, спрашивает по скрёбушу, кто же будет докладывать предложение по литературе и искусству. Товарищ Хадеев? По скрёбушу. Нет, товарищ Сталин, нет товарища Хадеева. А кто же, его заместитель, товарищ Тихонов? Нет, товарищ Сталин, нет товарища Тихонова. Так кто же будет докладывать? Учёный секретарь комитета, товарищ Кеменов. Сталин походил и сказал, когда древний Рим клонился к упадку, сенаторы перестали заниматься государственными делами. И вместо них работали вольноотпущенники. Вот этот период, который, собственно говоря, был ключевым, 1953-1954 годы, они вообще или не упоминаются сейчас, или, так сказать, приписываются Хрущёвой. Это очень понятно почему. Потому что у нас до последнего времени, ну до последнего, по крайней мере, года, во всех преобразованиях доминировали всё-таки интересы аппарата. Это же была аппаратная, так сказать, перестройка. То есть была вынужденная перестройка. И проводилась она в основном в интересах аппарата. Хрущёв всегда отражал интересы именно аппарата. Это был аппаратный человек. Георгий Васильевич выступает перед аппаратом и говорит, что аппарат разъел, значит, коррупция, там, бюрократия и так далее, что нужно это искоренить и так далее. Аппарат ЦК хранит гробовое молчание. Хрущёв, который здесь же присутствовал, одной репликой завоевал к себе доверие, которое не смог завоевать председатель Совета Министров в своей страстной полуторачасовой речи. Он говорит, Георгий Васильевич, вы, конечно, правы, но они же наши опоры. Зал разъезжается аппаратами. Ведь по существу Хрущёв верно продолжал сталинизм. Потому что, собственно, ведь сталинизм же это что такое? Это, по существу, так сказать, феодально-бюрократическое устройство. Версия, рассказанная самим Хрущёвым, что он был героем финала борьбы с Берией. Другая версия, прямо противоположная, о том, что он дважды предавал сначала Берии, а потом попытался всё-таки сфальшивить и второй раз. Обе эти версии едва ли верны. Хрущёв сыграл свою роль положительную в этом деле. Но первоначально он был человеком Берия. Когда начало проясняться, что Берия начинает проявлять активность в постановке инициативных вопросов для решения президиума ЦК, это подметил и Хрущёв. Хрущёв согласовал с Маленковым вопросом, чтобы для осуществления этой операции собрать не президиум ЦК, а заседание Совета Министров СССР. Повестка была разослана заблаговременно с перечным вопросом, о чём я знал. За неделю ту ареста, как рассказывал отец, Хрущёв и Булганин пришли к нему в кабинет и сказали, что нам делать, он нас вербует. Вот. Отец сказал, хорошо, что вы пришли. Продолжайте, как будто бы ничего не произошло. Вот. Это было очень важное обстоятельство, облегчившее весь арест Берия, потому что ведь ситуация была сложной в каком отношении. Действительность, военная сила, конечно, была полностью у Маленкова. Политическое на местах тоже. Но охрана Кремля, личная охрана, была охрана Берия. То есть они все были в клетках. Поэтому любое подозрение со стороны Берия могло его толкнуть на любой отчаянный шаг. А этот человек был достаточно решительный в таких действиях. Время. Два часа дня, 26 июня 1953 года. К этому времени все съезжались, как обычно, на заседание Совета Министров. Во всяком случае, у Берия полностью доверял Хрущёву. До последней минуты. У него не вызвало никаких подозрений, когда Хрущёв вышел к военным. О приезде которых он, конечно, знал. Он рассчитывал, что это люди Булганина, а Булганин его человек. И арестуют они его в семье Берия и Маленкова. При аресте он был осмотрен. Очки, галстук, ремень. Это вместе с портфелем сдали мне на стол. Я бы ведь мог поступить, как раньше поступали. Взять, запечатать всё в портфеле и отправить в секретариат к Берия. Но это бы вызвало колоссальные неприятности, непредсказуемые. Почему? Потому что на повестке заседания Совета Министров были пометки рукой Берия. Тревога, тревога, тревога. Когда Берия арестовали военные, Жуков обратился к Георгию Васильяновичу и сказал, Георгий Васильянович, а этих давайте заодно арестуем, показывая на Молотова, Кагановича, Хрущёва. Вот, Баленков не дал этого сделать. Вот я, разбираясь в этой документации, обнаружил анкету, которая открывала Берия как английского шпиона. В числе этих документов были и облигации государственных займов.